добрый день я сегодня вам покажу как готовить плов и в том числе плов который мне все детство готовил мой дедушка для меня этот продукт который нам нужен для плова так не начинаем сперва с мяса пока мы его режем пока он ровнуется и мы остальные овощи порежем режем небольшие кубики мелкого тоже не надо потому что когда мелче он уже пропадает это за вырезка мяса у нас это говядина мы готовим сегодня с говядиной будет вкусно я это уже чувствую сегодня мы сегодня и гостей будем кормить наших любимых гостей и в том числе персоналов для всех хватит выбираем для плова хорошее мясо и получаем хороший плов вот мы мясо уже порезали у нас получилось 2 кг мяса теперь мы начинаем его мариноват в идеале вот зира возьму соль хорошенько мариную чтобы мясо мариновался хорошо и у нас получается от него хороший плов еще не забываем мясо добавить масло чуть ли не забыл я вот теперь мясо уходит отдыхать на боли а я здесь так мы начинаем с овощи перец луком лук режем пополам и хорошо небольшими кусками кстати продукты надо уважать как не научил мой любимый шеф у нас лук уже готова и начинаем еще с главного овощи это плове у нас морковь без морковь а как бы плов у нас не получится с морковки мы уже закончили теперь самое интересное начинается что мы сейчас уже казана включаем чтобы он немножко подогрелся да специально шеф заказал для меня чтобы я радовал наших гостей когда у нас 2 кг мяса естественно когда у нас поменьше мяса миг естественно готовим добавляем масло чуть поменьше теперь ждем чтобы наш масло разогрелся прям хорошо масло нагрелся уже мы готовим туда лук такой момент надо быть аккуратнее чтобы не обжечься не обжечься мы уже готовы мы уже добавляем масло морковку морковка клеем один раз перемещаем много разных нельзя мешать потому что можем ее сломать да но я обратила внимание лука вообще нет так много было лука лук у нас пропадает процессе когда у нас мясо закинули у нас получается естественно пропадает и дает коля мясо перемешиваем и оставляем и оставляем на минуту полчаса не будем добавлять уже воду тех кто первый раз готовить лучше сначала рис добавить и потом воду чтобы не переборщить с водой так как я уже много раз готовлю я могу сразу воду отправлять и после рис так мы воду добавили теперь самое главное чеснок и перчики добавляем чтобы он дал вкус и аромат у нас уже готов уже можно добавлять рис и средствами и сначала забираем туда чеснок перчик чтобы он не остается делать так теперь не до поля из так аккуратно чтобы не кидать в одно место для в одном месте забавляем он получается не приготовиться в одно место соответственно мы его потихонечку будем добавлять оплатно и везде так пока у нас готовится плов не естественно подготовим салат для нашего клоула освежая лошей и заправляем естественно с оливковым маслом для этого нам понадобится красный лук возьмем и тонко режем добавляем лук и добавляем туда один лимон для того чтобы пловый аромат открылся и естественно чеснок обратно поставим это процесс который последний ими его закрываем добавляем и добавляем последний то что мы туда добавляем это будет зира у нас самый вкусный и с ложкой маленький так делаем чтобы у него фар выходил и естественно будет плов везде одинаково готов лист будет одинаково везде это обязательно это в концовку и получается закроем с фольгой если дома готовите это не обязательно я так как любитель готовит плохо всегда что-то придумываю огонь можно убрать и закроем на 15 минут можно порезать как вам удобно самое главное чтобы выглядело красиво и самое самое главное чтобы гость был удовольствием еще раз напомняю что неважно гость когда у вас дома или если вы работаете в ресторане гость должен быть доволен работаете общепите пока гость не переходит ли не зарабатываете ваша заработок это вашей гости естественно не делаем все чтобы что гости проходила еще окна у нас пахнет вкусно уже понятно что лето на подходе уже зелень не будем мелко резать чтобы он свой аромат открыл в салате салате ой 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 тут у нас кинза и укроп петрушка не обязательно в салате добавить как вкусно пахнет да так оливковое масло реклама оливковое масло должны нам одну коробку за рекламу много слина не надо обязательно добавить и соль щипочка черного перца и каплику уксус пищевая и аккуратно перемешиваем ой 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 как вкусно пахнет так наш плов готов мы его накладываем и покажем вам какой вкус не запах как он пахнет была бы конечно еще национальная тарелка вообще цены не было да да шеф это стоит как вот этот казан плова понимаешь да дороже чем казан купили за двадцатку казан вот этот стоит 20000 тарелка еще будет дороже стоить поэтому нет смысла подаем как в обычном европейском ресторане наши не накладываем салат от салата уже аромат как будто лето на подходе ну хотя уже лето почти и не скажи пожалуйста вот если братью весь лишний восток в принципе везде одинаковые разные везде разные но если взять и синге вот как мы мы делали с разумом добавляли ну да так как у нас ну то не был просто пишите комментарии можно и без ну то делать и вкусно как бы и без риса которые соуса подаются какие-то у вас соус нет вот самая фишка вот этот салат получается . а декор где вот чесночок перчик давай до конца сделаем как полагается а и перец чесночок вот это мощно как будто сейчас вот я в гости пришел прям огонь блюдо которое просто побило рекорды по всем продажам за 10 дней меню у нас новое будем короче дегустировать на самом деле слава богу что не меняется вот там процесс приготовления и не меняется целом рецептура не меняется вкус все то же самое самого первого дня запуска меню и по сей день это работает и слава богу все потому что вот этот вот секс символ готовит этот шикарный просто короче мощный плюнов ладно я дегустирую и поджарю просто порно мясо тут и салат вкусно као бамбино самое вкусное плов а Продолжение следует...